Ах, качество стало лучше. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Захар, и недавно я посмотрел несколько довольно-таки хороших аниме-сериалов, и эти аниме не особо сильно популярны, про них особо никто не знает, и поэтому я решил сделать такую рубрику под названием «Шоп глянуть». В этой рубрике я буду рассказывать про всякие сериалы, аниме, игры, какие-нибудь мангу и прочее того, что особо не популярно, но я считаю, оно имеет право быть посмотренным и прочитанным. То есть тут я не буду рекомендовать вам посмотреть «Наруто», или посмотреть «Джоужу», или посмотреть «Ван Пис», нет, потому что вы и сами знаете, что это такое, когда-нибудь, если вы еще не видели ничего из перечисленного, вы сами его когда-нибудь просмотрите, потому что, ну, вы, по крайней мере, знаете про его существование. А тут я буду как раз-таки рассказывать про сериалы, которые особо, особо никто не знает. То есть было одно очень хорошее аниме под названием, как же оно там называлось, «Из нового света», по-моему, очень хорошее аниме, но про него особо никто не слышал, хотя это очень классное аниме, которое достойно просмотра. Да, недавно я посмотрел три очень хороших аниме, и тут я собираюсь про них рассказать. Сразу скажу, что все эти три аниме, они полностью закончены, их можно посмотреть буквально за один или два. И начать, я думаю, с того аниме, которое зацепило меня меньше всего, а именно с аниме «Оккультная девятка». «Оккультная девятка» — это детективное аниме, где девять главных героев, как неожиданно, которые расследуют преступления. Первая серия начинается с того, что нам в новостях показывают массовое самоубийство. Там очень много людей, не помню дословно сколько, вроде 250 человек покончили с собой, нам показывают вот эту сцену, и она довольно-таки притягательная, то есть действительно интересно узнать, что к этому привело. И нас отводят на несколько дней назад до этого происшествия, чтобы рассказать про главных героев, про их характеры, про самих этих персонажей. И там у нас среди главных героев есть у нас такой стереотипный задрот главных героев, у нас есть предсказательница, там готическая Лолита, возвышенный школьник, который умнее всех остальных, и еще там есть женщина с вот такими вот дынями. Про нее чуть позже поговорим. И так вот, и до того, как произошло там масштабное убийство, в конце первой серии нам показывают, как главный герой, он находит труп одного человека, и внезапно голос из радио говорит ему, что он должен взять чипсы и вырвать у него коренной зуб. И оказывается, что в этом зубе у него находится ключ. И от чего этот ключ, куда его вставлять, для чего он нужен, ничего не понятно. И, короче, завязка вся основывается как раз на убийстве вот этого человека. Поначалу кажется, что это аниме, что это аниме, оно про призраков, про сверхъестественное, про все такое. Но на самом деле, на самом деле, это научная фантастика. То есть в этом аниме нам будут объяснять всю вот эту мистическую природу с точки зрения науки, всю вот эту пседонаучную хрень и так далее. Но не буду лукавить, это довольно-таки интересно. То есть там главные герои не будут постоянно призывать духов, чтобы узнать, что происходит. Нет, там главные герои именно что ведут расследование. Что, почему, как происходит. Как я уже сказал, там основных героев 9. И, ну, дело в том, что не все главные герои там особо важны. Допустим, там есть женщина, она художница, и там как раз-таки будет один важный момент с ней. Но, по сути, про эту художницу нам особо ничего не рассказывают. И кто она такая, и почему она важна для нас, особо не говорят. В основном, я считаю, что вот прям самых-самых главных героев там минус что 5. И вот как раз-таки самое интересное, как по мне, это подача. То есть аниме довольно-таки нестандартное. Потому что, я вот помню, смотрел это аниме, когда оно еще выходило в ангоинге. То есть никогда все эти, сколько там, 12, по-моему, серий. Да-да, 12 серий. Они, я вот недавно его посмотрел, и я посмотрел его разом. То есть за раз глянул. И со второго раза оно мне понравилось намного больше, чем с первого. Потому что первый раз, когда я смотрел его ангоинге, там дело в том, что в каждой серии очень много информации. Там очень много деталей, которые нужно запомнить, которые будут отвечать за то, что будет происходить в следующих сериях. И за неделю все вот эти вещи, там все вот эти мелкие детали, они забываются. И вот ты смотришь этот сериал, и ты не понимаешь ничего, что происходит. И из-за этого складывается небольшой дискомфорт. То есть, смотря в ангоинге, мне аниме не понравилось. Но, пересмотрев его, когда вышли все серии, через какое-то время, мне аниме понравилось. Да, у аниме, конечно, есть свои недостатки. Но, по-моему, это аниме довольно-таки интересно и требует внимания. Особенно мне, кстати, нравится стиль. Аниме, он довольно-таки нестандартный, интересный. Оно довольно яркое, в нем красивые цвета, яркие краски. И анимация довольно-таки приятная. Что еще хочу сказать, что не все персонажи интересные. Некоторые так вообще раздражают. Опять же, как я говорил про Лунтурову, сисявскую даму там. Она очень сильно выбивается из общего тона повествования. То есть, дело в том, что в этом аниме там все настроено на такой гиперреализм, серьезность. Хотя там присутствует юмор. Но вот эта вот дама, она как будто бы из другого аниме вылезла. И это немного смущает. Хотя, признаю, это придает небольшую, так скажем, изюминку этому сериалу. Из-за чего он выглядит намного более интереснее, чем мог бы. Так что, да, добавь хиськи, и все станет лучшее. Но за исключением вот этой женщины фан-сервиса там особо нету. Еще что хочу сказать. Аниме довольно-таки странное в подаче диалогов. То есть, нет. Персонажи очень часто говорят экспозициями. Они постоянно объясняют, объясняют, объясняют все. И делают это на просто огромной скорости. Иногда даже не успеваешь читать субтитры, если вы смотрите субтитрами. Я когда смотрел, я не успел читать. И пришлось ставить на паузу, чтобы понять, что они говорят. Я так понимаю, что все это сделали для того, чтобы вместиться в франометраж. То есть, 12 серий. Но там так много информации, что за 12 серий ее просто невозможно сказать. Поэтому, походу, создатели решили ускорить все диалоги главных героев, чтобы рассказать хоть что-то. Также очень необычная перспектива у сериала. В нем очень довольно-таки много необычных решений. Да и в целом скажу, что сюжет там довольно-таки интересный. Но нужно пережидать. Потому что первая серия, она хоть цепляющая. Но поначалу тебе нужно немного привыкнуть ко всей этой обстановке. К персонажам и прочим деталям. Хотя, я вот считаю, что это аниме все-таки стоит посмотреть. Потому что оно, по-моему, действительно необычное в данном случае. И да. Тут я скажу этому сериалу да. Смотреть стоит. Второе аниме называется Бокурано. Ну или же наша, если по-русски. Аниме рассказывает про группу школьников, которые отправились учиться в летнюю школу. И вот на последний день был. И на последний день они решили отправиться на пляж, чтобы провести его на все сто. И там они решают зайти в пещеру. И в этой пещере они находят там компьютеры, там палатки. И там к ним приходит мужчина, такой, не сказал, что пожилой, там где-то средних лет, допустим. И он говорит, хотите сыграть в игру? Ну и они по глупости. Во-первых, у этого аниме хорошая мораль. Когда тебе предлагают сыграть в игру, какой-то незнакомый человек, незнакомый. И отказывайтесь, отказывайтесь нафиг, не нужно это делать, не нужно. Ну так вот, ну к сожалению, главные герои наши согласились. И так вот, и после того, как они согласились, их телепортируют внутрь огромного робота. И там этот человек объясняет им, что раз в неделю где-то будут приходить монстры, и они должны побороть этого монстра для того, чтобы спасти их планету. Если они этого не сделают, то их планета просто бамс, и все. И как раз таки вот там суть в том, что этого робота должны пилотировать эти дети, и их вроде 15, 15 главных героев основных. И они должны управлять этим роботом по очереди. То есть каждую неделю новый ребенок должен управлять. И вот наступает очередь первого ребенка, они побеждают этого робота. И после этого парень, который управлял этим роботом, он умирает. И вот суть в том, что чтобы управлять роботом, ты должен отдать свою жизнь. Он работает на жизненной энергии. И это аниме, оно о том, что дети должны по сути смириться с тем, что они должны умереть для того, чтобы защитить свою планету. То есть знаете, как обычно всяких блокбастеров, мы обычно болеем за главных героев, чтобы он победил. Но так вот тут суть-то вообще не в этом. Мы, конечно, болеем за главных героев, но у нас нету радости победы, потому что после того, как они победят монстра, кто-то из них умрет. Вот это жестко очень. Я хочу сказать про то, что раньше я такого нигде не видел, что вот мне действительно было тяжело смотреть это аниме, но в то же время очень интересно. Я буквально смотрел это аниме в ожидании того, кто, кто будет следующим ребенком, к кому выпадет Аноша. И тут как раз-таки встает вопрос о том, что это аниме не про гигантских роботов, оно про людей. И вот перед тем, как наступит очередь следующего ребенка, нам рассказывают его предысторию. И не у всех, конечно, история интересная, но там есть действительно очень трогательные истории, после которых ты действительно начинаешь симпатизировать персонажем. И ты осознаешь, что он умрет. Все, его очередь настала. Это хорошие, там хорошие люди, но по большей части там хорошие персонажи. И ты такой смотришь и осознаешь, что все вот эти дети, они умрут. То есть там были дети, конечно, которые смирились с этим, были те, которые проще к этому отнеслись, были те, которые тяжело это перенесли, которые даже не смогли с этим смириться. Но вот суть-то аниме в том, что когда нам показывают историю каждого героя, он действительно становится не наплевать на них. Плюс ко всему в аниме действительно есть какая-то интрига. То есть там есть персонаж довольно-таки жуткий, не очень приятный, огромная летающая голова. И он постоянно это объясняет, постепенно, постепенно объясняет, в чем суть всего этого сражения, почему они должны сражаться, и все в таком духе. И как раз-таки вот этот персонаж, он основополагатель того, какой будет сюжет в сериале. То есть он постепенно рассказывает детали сюжета, почему там это происходит и так далее. И очень, в аниме очень классный опенинг, и особенно тяжело пересматривать его, когда ты видишь там персонажей, которые еще живы, и потом видишь персонажей, которые уже умер. Умер буквально серию назад, и тебе действительно становится грустно, тебе действительно становится тяжело. Буквально недавно персонаж был жив, и вот оно что. Это не то аниме, там, где ты будешь радоваться тому, что волны герои победили, или еще что-то. Это аниме, которое ты смотришь и осознаешь всю жестокость создателя. То есть как он сделал. Он, по сути, создал персонажей для того, чтобы убить их. И это аниме действительно, которое заставило меня задуматься. Я вот считаю, что если... Так что, аниме хорошее, если оно заставляет меня задуматься. И я действительно, после этого аниме, я начал очень сильно думать. Думать над своей жизнью, думать о том, как я провожу свое время. И дело в том, что когда назначают нового пилота, у них есть какое-то время, чем они могут заняться перед тем, чтобы сразиться. И я сразу скажу, что если вы хотите посмотреть сериал, там, где будут сражаться гигантские роботы, там, где будет какой-то крутой экшен, нет. Это аниме не для вас. Это аниме, именно что про людей. Там главное не бои роботов, а именно что истории персонажей. Бои роботов там очень короткие, и не сказал бы, что они сверхкрутые. Если уж вы хотите посмотреть на экшен, то посмотрите Тихоокеанский рубеж, например. Если вы любите Евангелион, то я рекомендую вам это аниме, потому что это один из тех случаев, там, где главное именно что не экшен, а именно что сюжет и персонажи. И, как по мне, в этом случае аниме вот на все 100%. Да, там, конечно, бывает иногда скучные арки, немного иногда зависает и провисает сюжет, но в целом я с интересом посмотрел все 25 серий, и я очень вам рекомендую. Также там есть манга. Манга, она идет не по аниме. Я мангу не читал, но, может быть, когда-нибудь ее прочитаю. Когда я уже позабуду то, что было в сериале, чтобы напомнить себе, поплакать. Да, в последнее время аниме начинает доводить мне до слез, и мне это нравится. Мне нравится, когда аниме заставляет меня думать, реветь, бомбить. Я тоже люблю смотреть аниме, которое заставляет мне бомбить, потому что это вызывает хоть какие-то эмоции. Это намного лучше, чем аниме, которое ничего не вызывает. Так что, да, если вы цените в сериалах что-то помимо экшена и драк, то Бокурану это выбор для вас. Ну и последнее аниме, про которое мы сегодня поговорим, это аниме под названием Готик. Ну, или же, как у нас его перевели, Готика. Кратце, это Торадора на максималках. Рассказываю сюжет. Это аниме про девушку по имени Викторика, которая была незаконно рожденной. И там был граф, который похитил ее мать и принудил родить от него ребенка. И она родилась невероятно умной. Она родилась очень умной. И вот этот граф, он как раз таки планировал ее использовать для своих корыстных целей. То есть ее растили там где-то в подземелье. И когда ей там исполнилось 16 лет, по-моему, ее отправили в английскую школу учиться. Но вместо того, чтобы учиться, она ходила в местную библиотеку и читала там книги. И в какой-то момент там приходит наш главный герой и спрашивает, кто она такая. Сначала он подумал, что она кукла, потому что внешне она действительно была похожа на куклу. Она была одета во всякие кружева, готический стиль, как и из названия, наверное, понятно. Готическая лагита, короче. И так вот, и там недавно произошло убийство. И у нее есть брат с очень нелепой прической. И он работает этим детективом, но у него особо не клеятся с этим дела. И поэтому он приходит к ней, чтобы узнать разгадку. То есть он рассказывает ей происшествия, объясняет ей детали. И она в голове у себя все это продумывает и в итоге дает ответ. И как раз таки там главный герой, он этому очень сильно удивился. Он подумал, что она интересная. Ее все боялись, с ней никто не общался. Да и она ни с кем не общалась. И вот дело в том, что как раз таки в этом парне... Дело в том, что главный герой, он тоже изгой. Он учится в английской школе, но сам он японец. И из-за того, что у него черные волосы и черные глаза, все называют его черной смертью. Было бы забавно, если бы он был чернокожим. Это было бы намного веселее. Ну и так вот. И он увидел в ней родственную душу и решил познакомиться с ней получше. И как раз таки после того, как разгадали преступление, вот этот вот детектив, барат, главной героини, он дает приглашение на что-то вроде не чай пить, а это... Застолик, короче. Там, где... Который будет проходить на яхте. На пароме. На пароме будет проходить. И они вместе пошли. Главный герой, не главный герой. И внезапно оказывается, что еда отравлена. И все они просыпаются в какой-то комнате, из которой нет выхода. И дальше начинается именно что... Сюжетная арка. Она небольшая. Дело в том, что в сериале именно что поделены на небольшие арки. То есть у нас есть одно небольшое преступление, которое требует разгадки. И вот все вот эти вот преступления, они разделены на 2-3 серии. Но дело в том, что это не основная суть. У нас есть основной сюжет, который касается именно что истории главной героини, ее матери, ее отца и тому, что будет происходить дальше. А все вот эти преступления, они на поверхности. То есть... Вот у нас идет сюжет, у нас появляется преступление. И в этом преступлении дело в том, что мы узнаем сюжетно важную информацию. Про прошлую главную героиню, про прошлую главную герою, про ее мать, про ее отца. Чем они занимались до того, как все вот это произошло. И аниме на самом деле очень цепляет. Но не благодаря детективу. У этого аниме у него несколько жанров. Это детектив, романтика, драма и комедия. И вот детектив, это, наверное, самое скучное, что есть в этом аниме. Все разгадки, все вот эти истории, которые были показаны в сериале, они щелкаются, как орешки. И это как для нас, понятно, так и для главной героини. То есть, если уж первая наша догадка неверная, то точно вторая. Потому что детектив, это не самое важное, что есть в этом сериале. Потому что преступником, по ходу, сюжет оказывается самый очевидный человек. То есть, примерно так. О, наверное, вот этот персонаж главный герой, главный преступник. И да, в итоге он оказался главным преступником. Но знаете, что хочу сказать? Это аниме, скорее всего, и не претендует на это. То есть, оно специально сделано довольно-таки простым детективом, который не говорит, что оно возвышенное, что это детектив, который не все поймут. Нет, корорусские истории, они очень простые, понятные. И из-за этого они воспринимаются легко. Но, и дело в том, что ты воспринимаешь все вот это не из самих историй, которые там происходят, а это взаимоотношение главных героев. Серьезно, я скажу, что это одно из тех аниме, которые, одна из лучших вещей, это взаимодействие между персонажами. То есть, главный герой, главная героиня, ее брат, учитель, потом еще куча разных персоналей, которые есть, они очень многогранные, оттого интересные. И из-за этого интересно наблюдать за их общениями, за тем, как они пытаются проводить время. И вот как раз таки, когда наступают тихие, недетективные моменты, аниме становится очень приятным. И это действительно интересно смотреть за тем, как главный герой проводит время, досуг и прочее. Но самое интересное именно, что история. Аниме цепляет как раз таки основной идеей цельного сюжета, того, который там был представлен. В каждой вот этой вот маленькой детективной истории есть маленький пазл, который начинает складываться. И вот как у главной героини, как у нее происходит вот это вот супермышление, она складывает пазл за пазлом, так и у зрителя, который смотрит этот сериал, он начинает складывать пазл за пазлом, и у него выстраивается одна цельная, интересная, даже мрачная история о том, как развела главная героиня, о том, какая ей была уготовлена судьба, как вообще все происходило там. Это действительно очень интересно. Я даже не могу передать словами. То есть, поначалу аниме не патендует на что-то особенное, но с каждым разом аниме становится интереснее и интереснее, серией за серией. Я это аниме посмотрел за два дня, и вот последняя серия просто... Ох! Так что, да, если вы хотите посмотреть какой-то действительно интересный детектив, где непонятно, кто преступник и все такое, то это не для вас именно это аниме, именно в первую очередь из-за истории интересно смотреть. То есть, как там все выяснилось. Допустим, там была сюжетная арка про алхимика, типа алхимика, и кажется, что эта арка особо ничего не значит, то есть, что она... Нужна просто для того, чтобы заполнить время, но в итоге окажется, что она на самом деле была довольно-таки важной в будущем. И от этого ты такой сводишь, что... А, ну да, целым интересная арка, но когда уже понимаешь, что она имела значимость, ты начинаешь... Блин! А ведь это классно! Также хочу сказать про саму Викторику, и Викторика, она просто прелесть. Знаете, я не люблю Цундера, но походу кажется, что нужно сделать просто всех Цундера лоли, и тогда они мне понравятся. Вот как раз-таки я не люблю Аску, я не люблю Рин, но мне нравится Рин Лоли, мне нравится маленькая Рин, не знаю. Мне кажется, что если уж персонаж наглый, то у него должен быть какой-то недостаток, и вот как раз-таки низкий рост этому-то соответствует. Кстати, поэтому я очень люблю Тальгу из Тарадоры. Также еще хочу сказать, что аниме довольно-таки красивое, то есть там фоны, рисовка, она очень приятная, и ты смотришь, и тебе нравятся. Там очень яркие цвета, очень плавные движения героев. Особенно мне нравится там, где библиотеки. Библиотека вообще очень красивая, и опенинг там довольно-таки стильный. Так что да, если уж вы хотите посмотреть действительно интересную, именно что, историю, историю, романтическую историю, если уж вас не дошнит от романтики и чувств, то это аниме для вас. Да и тем более, помимо драмы, трагедии и романтики, там еще довольно-таки много жестоких сцен есть. Все-таки детектив. И детектив, да, довольно-таки мясной и кровавый. Кровь, кишки там присутствуют. Да и экшен там тоже довольно-таки хороший, присутствует, и он есть там. Но это не главное в аниме, главное именно, что персонажи и история в данном случае. Да и пусть я и сказал, что в аниме не особо интересен детектив, но сами истории, вот то есть вот эти вот сами преступления, они по-своему интересны. А еще также очень интересно именно, что мотив убийства. То есть, а это действительно интересно. Пусть и понятно, вот лично, ну лично мне было, не во всех, не во всех арках было понятно, кто убийца. И вот, кстати, арки там, где непонятно было, что происходит, как раз-таки одни из самых интересных. По мне, вот не знаю, было ли так задумано изначально, но дело в том, что аниме дает очень много подсказок. То есть, оно делает акценты на определенных вещах, которые помогают составить картину из пазла. И в какой-то момент, знаете, я посчитал себя действительно детективом. И дело в том, что все ответы на преступления, они логичны, они не притянуты за уши, они полностью соответствуют тому, что было рассказано, и там особо сильных сюжетных дыр нет. Так что, да, Готика, как по мне, очень достойное аниме, очень недооцененное аниме, которое я рекомендую всем посмотреть, если вам интересна именно что история, именно что взаимоотношения героев. И опять же, я сказал, там есть экшен, там есть экшен, и он довольно-таки яркий и крутой. И опусин немного, но он запоминающийся. Так что, да, Викторика – это одна из тех аниме, которая, я вот говорю вам, идите, посмотрите это аниме, я считаю, вы не пожалеете. Вот такой вот получился выпуск. Пишите в комментариях, как вам такой вот формат, я планирую дальше его делать. Не знаю, как часто это будет, как минимум, по крайней мере, если я найду что-то стоящее, точно с вами поделюсь. И это будет, опять же, не только аниме, и разное всего, и игры, и фильмы, и сериалы. Я сейчас, кстати, читаю одну хорошую мангу, про нее точно тоже сниму видео, не только про нее. По крайней мере, я постараюсь делать в формате трех вещей, чтобы мне было, прошу рассказать. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, я вам помог, если вы не знали, что вам посмотреть. А на это, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорого.